Доброе утро, дорогие друзья! На календаре сегодня уже 8 января 2020 года. На ваших экранах программа «Добрые ранницы Беларуси» Вера Каретникова и Глеб Давыдов. Да, вот в начале третьего часа с вами будем говорить о серьезном. Люди на дороге. Почему белорусы оказываются под колесами авто? Как изменить печальную статистику? Обсудим это с гостей начальником отдела агитации и пропаганды УГАИ-ГУВД Мингородсполкома Александра Ипопова. Доброе утро, Александра. Ну и для начала официальный вопрос. Хочется подвести итоги прошедшего 2019 года. Каковы основные причины были ДТП в 2019 году? Если говорить о статистике, то за 2019 год было зарегистрировано 573 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, 33 погибших. Это по городу Минску? Это по городу Минску, да. Если говорить об основных причинах, в первую очередь это нарушение проезда пешеходных переходов, это нарушение правил проезда перекрестков, нарушение правил маневрирования, нарушение скоростного режима и несоблюдение дистанции. Но в первую очередь, конечно же, нарушение правил проезда перекрестков. Вы говорите вот нарушение, нарушение. А почему они нарушают? Это невнимательность, это нежелание соблюдать правила дорожного движения, Александра? Конечно же, каждый случай он рассматривается индивидуально. То есть определяются конкретно причины ДТП и сопутствующие факторы. Это могут быть и погодные условия, это может быть и темное время суток, это может быть также и невнимательность, конечно, и водителя, и пешеходов. Но вот кто больше все же страдает? Пешеходы, наверное? И какие категории? Можно говорить, что из 33 случаев со смертельным исходом в 20 случаях пострадали пешеходы. То есть статистика неумолима. Но кто это? Это дети, которые не совсем знают правила дорожного движения. Может быть, невнимательные взрослые в какое-то время суток. Кто больше этому поддерживает? Если говорить о детском травматизме, то в этом году у нас идет снижение по детскому травматизму и было зафиксировано 55 случаев ДТП, в которых пострадали дети. Погибших у нас нет. И в большинстве случаев, конечно же, дети являлись пешеходами. В 16 случаях наезды происходили по вине самих детей, то есть по вине несовершеннолетних. Это пересечение проезжей части в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора. К слову, я анализирую статистику за прошедший год. Обратила внимание на такую интересную особенность. У нас было зафиксировано 16 ДТП по вине детей и 16 ДТП наездов именно на пешеходов по вине взрослых участников дорожного движения, возраст которых свыше 59 лет. То есть это пожилые граждане. О чем не следует забывать пешеходам для того, чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию? Понятно, что соблюдать правила дорожного движения. Но что в первую очередь нужно помнить? Да, вы правы. Я считаю, что именно в первую очередь стоит помнить о том, что необходимо соблюдать те элементарные правила дорожного движения. Быть внимательными при подходе к пешеходному переходу. Это что касается самих пешеходов. Пересекать проезжую часть в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. Что касается водителей, необходимо быть внимательными, особенно при подъезде к пешеходным переходам. И особенно в зимнее время суток из-за частых торможений вблизи пешеходных переходов образуется наледь, и водитель должен предусмотреть эту ситуацию при выборе скоростного режима, так как все-таки для того, чтобы затормозить в погодных условиях зимой, требуется начать торможение заранее, то есть непосредственно перед пешеходным переходом. Саша, а как у нас обстановка с нетрезвыми водителями и нетрезвыми пешеходами? Ну, можно говорить о том, что нету тенденции к росту ДТП по вине нетрезвых водителей, и если смотреть опять-таки на статистику, то нетрезвых пешеходов, по вине которых произошли ДТП, было больше, чем нетрезвых водителей. То есть опять-таки обращаем внимание на то, что все-таки пешеходы должны уже задумываться о своей безопасности. До 7 января проводилась акция «Трезвость. Норма на дороге», направленная на профилактику ДТП с участием нетрезвых водителей пешеходов. Вот уже какие-то результаты есть подведены? На текущей неделе будут подведены результаты, но проводя эту акцию, мы, конечно же, обращали в первую очередь внимание на праздничные выходные дни. То есть в период с 31 декабря до 2 января было зафиксировано 27 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Если говорить о прошедших выходных, то есть мы говорим, начиная с 4 числа, так как вечером тоже уже были походы в гости, употребление спиртного наверняка, с 4 по 7 января было зафиксировано 12 случаев. То есть можно говорить о том, что уже сейчас идет на спад данный вид нарушений. В общем, говорим, говорим, учим, учим, прописная истина, а между тем ум, я вот именно про ум говорю, иногда очень даже нетрезвый. Дорогие телезрители наши, ну будьте, что вы наконец-то уже бдительные, взрослые все люди, учите маленьких тоже, показывайте все на своем примере. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была Александра Попова, начальника дела агитации, пропаганды, УГАИ, ГУВД, Мингородсполкома. Саша, спасибо вам огромное. С Новым годом вас и ваших коллег, и поменьше дорожно-транспортных происшествий в этом году. Спасибо.